Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Мы продолжаем работу нашей онлайн-школы и в ближайший час посвятим проблеме основных принципов интенсивной терапии, новой коронавирусной инфекции у детей. Ну, наверное, сегодня сложно найти человека, который бы, ну, если не ежедневно, то хотя бы там раз в неделю просматривал статистику по коронавирусной инфекции. Если он ее не просматривает, то со всех средств массовой информации звучат цифры. Если взять, например, цифру заболевших на сегодня, это порядка 93 миллионов 400 тысяч населения заболело уже в мире коронавирусной инфекцией, и соотнести эту информацию с числом жителей на Земле, это 7 миллиарда 830 тысяч, то получается, что распространение пока не очень большое, даже 2% нет, и в точной миссии быть это 1,2% населения заболело, но, тем не менее, всего вот здесь представлена вся информация, как все начиналось, она не останавливаться не будет. Это вы все хорошо помните, да? Если брать, так скажем, уже цифры по тому, какая смертность, то она тоже динамично меняется, как мы понимаем, да, и мы тоже этого вопроса коснемся, при том, что коронавирус хорошо был известен, начиная с 60-х годов, и разные формы вызывали его разные респираторные и кишечно-инфекционные заболевания, и, наверное, вся серьезная проблема возникла в 2003 году, когда был диагностирован острореспираторный синдром, который был вызван коронавирусом первого типа, в дальнейшем был, так называем, ближневосточный респираторный синдром, который тоже был вызван ближневосточным уже вариантом этого вируса, так его назвали, middle-ice респираторный вирус, и то, что мы имеем сегодня, да, уже вызван вирусом процесс, который называется SARS-CoV-2, и я бы хотел, коллеги, обратить внимание на то, что, конечно, по заболеваемости, если мы будем брать SARS, MERS и SARS-CoV-2, цифры абсолютно разные, причем они отличаются от периода начала пандемии, которая была объявлена 11 марта, и там цифры смертности при SARS-CoV-2 достигали 10%, сейчас, если взять число заболевших, вот эти 93 миллиона 400 тысяч, и число умерших 2 миллиона почти 100 тысяч, то получается, что смертность составляет 2,1%, то есть она снижается, а, например, самая высокая она была при как раз вот ближневосточном респираторном вирусе. Опять же, чтобы ориентироваться в той терапии, которую мы с вами проводим, и, по сути, почему, собственно, неэффективна противовирусная терапия, в том числе у детей, в том числе на начальных этапах, мы должны вспомнить с вами структуру строения вируса и вкратце хотя бы остановиться на патогенезе, и мы постоянно о нем говорим, но он тоже совершенно дополняется и расширяется, потому что пока весь патологический процесс, инициирующий, связан с одним из белков, который называется вот в виде такого шипа, как раз он и представлен, и называется спайком, гликопротеин спайк, да, и, по сути, он имеет в своей структуре две субъединицы. Так вот, одна из этих субъединиц как раз и связывается с ангиотензин, превращающим ферментом, с рецептором его, и вызывает весь патологический процесс, потому что, по сути, считается, что вирус, имитируя вот сам по себе вот этот ангиотензин, превращающий фермент, он смог обмануть клетку и таким образом попасть внутрь этой клетки, за счет того, что одна из этих, в частности, вторая субъединица, связывается как раз с рецептором, впрескивается туда РНК клетки, внутрь клетки, в частности, львыцита второго типа, и развивается весь патологический процесс, что, собственно, потом целый каскад вызывает реакции, которые вот здесь очень хорошо на картинке представлены. После того, как вирус впреснул туда свое РНК, произошла антигенная презентация, развивается реакция со стороны клеточного и гуморального гуманитета, которую мы и пытаемся с вами контролировать, при том, что тоже хорошо было известно в первые месяцы, что есть другие пути проникновения вируса в клетку, пока реальных рассматривается только три этих варианта. Второй вариант – это с помощью как раз, таким же образом, заходит через CD147, который представляет собой белок из семейства иммуноглобулинов. И вот очень хорошо тоже представлены этой картинке, и мы этот неоднократно тоже уже обсуждали, как сам вирус, вот параллельно в обнимочку, видите, с этим CD147, красная стрелочка вирус, желтая стрелочка CD147, проникают в клетку, и такой патологический механизм тоже изучен, и, собственно, был вариант использования гидроксихлорахина только лишь вот благодаря вот такому пути проникновения, потому что такой же путь проникновения и у малярийного плазмония. Буквально недавно, 26 ноября, даже еще два месяца нет, как в журнале Nature Metabolism был опубликован третий вариант патогенеза или проникновения вируса в клетку, как раз через рецепторы, которые связаны с холестерином. Ведь здесь тоже очень хорошо показано вот на этой картинке, что это уже первая часть субъединиться, первая субъединиться как раз вот этого спайка гликопротеина, ответственно за этот механизм проникновения вируса в клетку, и теперь становится понятным, почему люди с повышенным холестерином как раз вот с ожирением, они более подвержены, так скажем, заболеваемости коронавирусной инфекцией. По степени тяжести тоже долгие месяцы, это было порядка двух-трех месяцев, не было такого единого согласования между педиатрическими специалистами, какие формы этого вируса выделять. Но сегодня мы остановимся на классификации, которая вошла во второе издание клинических рекомендаций по коронавирусной инфекции у детей. Я несколько слайдов посвящу этим рекомендациям, мы принимали активного части, и в первом издании, во втором, сейчас, конечно же, идет работа над тем, чтобы создать третий вариант этих рекомендаций, потому что, как вы понимаете, знаний появляется все больше и больше, то все-таки вот эта бессимптомная форма была характерна как раз для тех детей, которые лабораторно показывали положительный результат, но клинические признаки заболевания отсутствовали. Когда массовое количество таких детей стало нам понятно и доступно, когда для дегреспитализации потребовалось подтверждение отсутствия вируса, детей начали исследовать и эту картину увидели. А вот легкая форма, ну, по сути, это как любая форма респираторной вирусной инфекции, вызвана любым вирусом, который на начальных этапах никогда и не идентифицировался и проявлялся классическими респираторными синдромами. Кашель, боль в горле, заложенность носа, вот, ну, в том числе есть изменения. То, что называется катаральными явлениями и в ротоглотке, но, тем не менее, никаких ускульпативных изменений нет. Легкая форма могла проявляться как раз и гастроинтенсиональными синдромами, такими тоже, как тошнотар, вот, боль в животе, что в старые добрые времена когда-то называли, там, грипп с абдоминальным синдромом, и респираторной вирусной инфекции с абдоминальным синдромом. Педиатров была такая классификация. А вот уже форма, которая попадает под, так скажем, наше пристальное внимание, под внимание реаниматологов, в большей степени, да, это средне-тяжелая форма, которая является переходной между тем, где будет находиться ребенок, и он еще не должен поступать в отделение реанимации. Но здесь уже будут и ускальпитативные картины изменяться, и будут различные варианты клипов, выслушиваться, и, конечно же, появляется гипоксимия. Вот, при том, что признаков дыхательной недостаточности еще пока нет. А вот тяжелая форма, вот, уже сопровождаться такими симптомами, как выраженная гипоксимия, и сатурация будет снижаться ниже 93%, и для того, чтобы эту сатурацию поддерживать, организму нужно будет включать дополнительную работу, в том числе и дыхательных мышц. Следовательно, да, по сути, мы будем верить картину дыхательной недостаточности клиническую, и появляются изменения на компьютерной томограмме, которые характерны были бы при тяжелой форме для КТ-3, КТ-4 картины. Вот в этом варианте клинических рекомендаций мы уже отдельно выделили форму, которая, по сути своей, называется мультисистемным воспалительным синдромом. И до того, как ее выделили отдельно, шел разговор о Кавасаке-подобных синдромах, о том же гемофагоцитарном синдроме. Но сейчас, как вы видите, здесь, конечно же, состояние будет у ребенка тяжелое. Эта форма считается критической формой. Как правило, она развивается у пациентов, у которых имеют или факторы риска развития системных заболеваний, или имеют эти системные заболевания. Здесь будет выражена клиническая картина. Выражена клиническая картина именно полиорганной недостаточности. Это, как правило, вовлечение двух или более систем органов. Патологический процесс, что будет сопровождаться клинической лабораторной картиной и их вовлечениями. Смотрите, если лабораторно мы будем таких пациентов наблюдать, то для них будет характерно нентрифеллённый лейкоцитоз, лимфопении. Белки острой фазы будут повышаться, в том числе и ферритин, в том числе и фибриноген, в том числе и циореактивный белок. И в том числе и скорость оседания ретроцитов и лактатогидрогеназ. Мы тоже более детально остановимся на этом синдроме. Вообще интересно, когда мы активно занимались набором таких пациентов и каким-то образом пытались вырабатывать критерии диагностики и лечения, то, например, мы скажем так, что в апреле, в мае таких детей было очень мало в Российской Федерации. И это были единичные статьи, которые были в мировой печати. И всё это, так скажем, оценивалось так, как единичные случаи. На самом деле таких детей, и я знаю, что есть слушатели, которые работают в отделении, где такие дети сконцентрированы вот в данный момент. И мы и вчера, и позавчера с ними эту проблему утверждали. Они очень большое количество таких детей наблюдают. Потом мы на этой форме тоже более детально остановимся. Конечно, есть осложнения. Осложнения выделены отдельно. Сепсис, эсептический шок. Ну, наверное, на этом я так детально останавливаться не буду. Но, тем не менее, видите, при той неразберихе, которая и есть в дефинициях по отношению к сепсису и септическому шоку, ведь по сепсис-3 определению сепсис сегодня – это, по сути, инфекция уже с органной дисфункцией, как минимум с повлечением среде сосудистой системы в процесс, что будет сопровождаться или низким давлением или необходимостью использования инотропной вазопрессорной поддержки, то все-таки септический шок, и я обращаю на это внимание, это артериальная гипотензия, то есть есть дисфункция среди сосудистой системы, но она при этом еще и рефрактивна к массивной инфузионной терапии. То есть болемической нагрузкой у этих детей с проблемой септического шока не справится. Это позволяет их четко разделить на две группы, на группу сепса и группу септического шока. И опять же, надо перед глазами иметь эту шкалу, педиатрическую шкалу СОФА, которая очень четко позволяет этих детей градуировать на степень тяжести и количество вовлеченных в патологический процесс систем органов, как вы видите, что по сути все витальные функции здесь представлены. Первая строчка – это респираторная функция, дальше идет коагуляция функции печени, среди сосудистой системы, неврологическая оценка, и ринальная функция по критериям, наконец-то, которые доступны практически в любой клинике, потому что соотношение с сатурацией транскутанной фракции инспирированного кислорода сегодня мы можем с вами оценить тоже, и это вам не определить, например, газовый состав артериальной крови, что все-таки делается еще, к сожалению, не везде. Опять же, конечно, есть различия между детьми и взрослыми, и тот миф, который звучал здесь сильно о том, что да, дети там, или практически не болеют, или не болеют вообще, он сейчас разведан, когда низкая картина будет абсолютно разная, даже если брать респираторный синдром, и, как вы видите, да, с этого слайда, и брать синдромы, симптомы, вернее, да, со стороны там, ЖКТ, то есть частота их проявления во взрослых детской популяции, она будет абсолютно разная. На прейс даже брать ту, ту температуру тела, то большинство детей не будут иметь высоких цифр и температуры, больше половины детей будут иметь температуру, то, что называется, субфибрильный, меньше 37,5 градусов, И только треть детей будут иметь температуру до 39 градусов, а уж высокая температура, то, что называется периодическая лихорадка, она будет характерна меньше, чем 10% детей, в отличие от взрослых. И, конечно же, стоит вопрос, и он до сих пор, так скажем, не решен, почему дети болеют легче, я бы, так как я ссылаюсь и цитирую вам такой небольшой кусочек из работы, который называется COVID-19, пневмония у детей, это теология к лечению, да, авторы вынесли в оглавление слово легче, я бы назвал, может быть, реже, потому что если это тяжелая форма, то тяжесть ее будет, скажем, неотличима от тяжести у взрослых, если мы будем измерять реальными инструментами, оценки тяжести состояния, но, тем не менее, три таких вот объяснения, которые, ну, хотя они, так скажем, тоже подвержены критике, все эти объяснения, да, но они на сегодня обсуждаются очень широко в литературе. Первое объяснение – это то, что иммунный ответ у детей все-таки он другой по сравнению со взрослыми, даже только лишь потому, что пол иммунных клеток у них гораздо больше. Здесь приводится сравнение, если брать 50-летнего человека, ребенка дошкольного возраста, да, то у него пол этих клеток будет в 5-10 раз больше, а по сравнению с 80-летним пациентом в 20 раз больше. Кроме того, очень большое внимание уделяется так называемой перекрестной реактивности, который ребенок, перекрестной реактивности иммуно-ответа, который ребенок получает от тех прививок, которые он имел в раннем детском возрасте. И в первую очередь, да, у нас в Российской Федерации обсуждается, конечно, БЦЖ, так как в мире БЦЖ активно не используется эта прививка, да, то уделяется как раз внимание варианту такого АКДСа, когда идет разговор, и называется это прививка на западе ММР, свинка или эпидемический паратит, краснуха и коль. Если эти прививки были, то ответ на SARS-CoV-2 у детей будет гораздо, так скажем, слабее. Кроме того, вот сами рецепторы, ангиотензиновые рецепторы второго типа, да, они как раз будут и функционально, и морфологически менее, так скажем, развитыми, менее зрелыми, следовательно, и ответ на внедрение SARS-CoV-2 в эти рецепторы тоже будет ниже. Да, несомненно, появятся еще и другие объяснения, наверное, и более серьезно, но тем не менее, опять же, если мы собираем анамнез или мы обследуем ребенка, и мы, так скажем, планируем ему дальнейшую диагностическую какую-то стратегию лечебную, на вот эти три позиции мы с вами обязательно должны обратить внимание. Опять же, раньше мы больше ссылались на китайские работы, я сейчас, кстати, мало на них уже внимания обращаю, не потому что они, так скажем, по качеству самоотличались, нет, просто появилось гораздо больше уже европейских и американских работ, и там больше массивы, потому что все-таки дай как-то, как нам представляется, сегодня в облегченной форме вышел из этого состояния. И вот как раз коллеги из Испании, которые проживают в Мадридской области, или как они пишут, в Мадридском регионе, они показывали маленькое количество детей, которые на начальных этапах болело, да, и маленькую смертность показывали, при том, что вот у них выборка тоже достаточно, так скажем, большая, наверное, на тот момент, 365 детей, из которых 41 ребенок был позитивным на SARS-CoV-2, и обратите внимание, что если мы берем поступление этих детей, как раз в отделении реанимации, то больше детей в числовом составе, но меньше процентов поступали от детей как раз, то, что называется вирус негативных, но нагрузка, которая лечебная или терапевтическая, которая потребовалась для того, агрессивность этой нагрузки, вот, она была гораздо выше как раз в группе позитивных детей, и, конечно же, я буквально несколько, это единицы исследований, и мы их можем детально с вами рассмотреть, вот, например, американские коллеги исследуют детей, которые поступили как раз только в педиатрические отделения реанимации, мы сейчас таким образом с вами изучим вообще всю структуру детской реанимационной службы в Соединенных Штатах, там тоже не так много отделений, как нам кажется, вот 48 штатов, это практически все штаты Америки, да, их 50, как вы помните, 167 отделений интенсивной терапии, детских именно, да, и они сообщили за период меньше, чем один месяц о том, что к ним поступили 205 на ковид-позитивных детей, при том, что 35% этих детей, то есть третья дети, это дети, которые имели коморбидную патологию, которая, собственно, и привела этих детей в реанимацию, более того, они обратили внимание, скажем, это статистика очень достоверная, и для нас важно, что все-таки 2,3 детей, почти 2,3 детей, 69,7% это дети старше 11 лет, при том, что стационарная летальность составила всего 1,4%, ясно, что данные еще аккумулируются, они будут эту цифру менять, как мы уже видели вам с вами в начале разговора, мы показали смертность от ковид-исходно была 10%, потом она стала 2,1%, то это не значит, что она не поменяется и, кстати, в негативную сторону, при том, что совершенно точно так же, как и у жестоких, указано, что как раз сахарный дебет первого типа, он как раз связан с ухудшением тяжести состояния пациента, с продолжительностью респираторной поддержки и даже потребностью в интубацию этой группы детей. Кроме того, еще одно исследование, мы будем так периодически уходить от него и периодически к нему возвращаться. Это, пожалуй, на сегодня такой тоже очень интересный детальный массив 48 детей, которые лечились в детских отделениях реанимации в Соединенных Штатах за период от марта-апреля и, кстати, как раз этот период был самого массового поступления детей на то время, сейчас больше, но тем не менее на вот этой выборке марта-апрелевской, как вы видите, все прогнозы потребностей в койках педиатрических были рассчитаны для Соединенных Штатов. Эту информацию, конечно, мы можем экстраполировать и на нас. Обратите внимание, что 73% из 48 детей, это были дети, которые имели респираторные проявления вируса, да, и дальше уже там, скажем, были единицы процентов, что делает, так скажем, это все на уровне погрешности, при том, что 40% детей, это дети, которые имели так называемые, видите, они указывают здесь медицинский комплекс, ссылочка у нас тут, она опускается вниз, дети, которые имели какую-то поддержку, зависели от какой-то технологической поддержки, то есть катетеры различные, в том числе интубационные трубки, да, и это 40% детей. А вот как раз 23%, почти четверо детей, как вы видите, да, это вот вторая строчка вот в этом квадратике, да, что здесь, это дети, которые имели или иммунную супрессию, или злокачественные заболевания. 15% это дети с ожирением, и 8% это дети с диабетом, также практически как у взрослых, при том, что асимптомные течения имели, не зря мы с вами рассматривают бессимптомную форму, треть детей. Да, действительно, может это больше, чем у взрослых, но тем не менее, 33% детей имели тяжелое течение, и критическое это 35% детей. Смотрите, опять же, 25% из этой выборки потребовали это, каждый четвертый ребенок в группе потребовал азоактивной поддержки, при том, что органная дисфункция, одна система была увеличена у 63% детей, две системы у 15% детей, а три у 8%. На самом деле будет преобладать вот именно как раз кардиомаскулярная дисфункция, что по сути мы с вами тоже видим. А теперь смотрите, какая идет экстраполяция. Если мы имеем в отделениях педиатрических реанимаций на территории США 5100 коек, и 94% этих педиатрических отделений реанимаций находятся в крупных городах. То есть такая тенденция есть практически во всех странах мира, только в Европе это расстояние между городами очень маленькое, и это можно очень быстро, в США ребенка переместить или транспортировать из одной клиники в другую, то в тех же Соединенных Штатах это не так все просто. Я уже не говорю про Российскую Федерацию. Если мы возьмем, что количество детей, которые были подтверждены, и ковид имели, и были госпитализированы вот эти отделения реанимации с 18 марта по 6 апреля, было всего 74. Вот сейчас у меня красная точка стоит на 18 апреля, видите, это был один ребенок. 19 их уже было два, потом не добавлялись. А 6 апреля, если 18 марта 1, 6 апреля их было 74, да, при том, что всего позитивных по коронавирусу было на тот момент, на 6 апреля, как вы видите, да, вот сейчас я стрелочку туда подведу, 176 тысяч детей. Следовательно, эти цифры и позволили сделать определенные расчеты, спрогнозировать кумулятивное число тяжелых случаев, только для того, чтобы знать, какое количество педиатрических реанимационных коек надо будет разворачивать, если эпидемия или пандемия пойдет по самому неблагоприятному сценарию, да. И здесь тоже все просто, смотрите, если только на 1% увеличится количество инфицированных, то дополнительно заразится 74 тысячи детей. А если мы поставим вот сюда стрелочку, столбец, и будет на 5% больше, да, то это будет 3,7 миллиона инфицированных детей, из них 9,970 это будут тяжелобольные дети, а 1086 потребует пребывания в отделениях реанимации, да, но мы обратили внимание, что есть 5100 педиатрических интенсивных коек, но есть еще и плановая и экстренная хирургия, которую эти койки занимают. А если 10%, то в 2 раза больше уже будут, да, 15% в 1,5, 20% и по отношению к 5, в 4 и так далее, да, то есть мы можем взять эти цифры, разделить их приблизительно на 2, а потому что в Российской Федерации меньше, в том числе и детская популяция будет в 2 раза. Постанавливается американская, и мы будем видеть такое количество кое, которое нам потребуется, да, и, естественно, организаторы здравоохранения этой проблемой занимаются, да. И, несомненно, сегодня у детей вот эта вторая версия, которая была издана 3 июля, методических рекомендаций, она является базовой на сегодня, и, конечно же, мы никогда не ориентируемся на один источник и вас к этому призываем, да, более такой практически широкий вариант рекомендаций, причем данный вариант рекомендаций, который выпустил наши западные коллеги, он хорош тем, что они дают широкий спектр диагностических и терапевтических возможностей, как для стран с высоким уровнем ресурсов, так и для стран с ограниченным уровнем ресурсов, да. И, опять же, мы будем апеллировать к этому источнику, они вышли приблизительно в одно и то же время, это тоже середина лета прошлого года. Причем, в чем отличие первых отечественных рекомендаций от вторых отечественных рекомендаций? В первую очередь тем, что произошел вот отказ от так называемого использования, так называемой театропной терапии, да. Почему это так и так ли во всем мире происходит? Смотрите, схемы, которые использовали, в некоторых местах до сих пор используют, от них отказались, и в рекомендациях современных указано, что да, несомненно, надо индивидуально подходить к каждому пациенту, и те, кто лечит этого пациента, будь то педиатр или реаниматолог, будь то инфекционист или реаниматолог, они все-таки должны обращать внимание на то, что назначать, что не назначать. Вот если третья версия будет, то мы туда определенную детализацию тоже внесем, потому что, смотрите, у наших западных коллег есть рекомендация все-таки в течение первых дней, если проявили симптоматика, да, но это больные будут не реанимационные, и может быть и правильно, что для реанимационных больных мы вообще не будем этиотропную терапию рассматривать, они поступают уже гораздо позже отменилими, минифестация от дебюта заболевания. Да, но тем не менее, до четырех дней и Рен-де-Север, и комбинацию лопинавира с ретонавиром используют, и у пациентов, которые находятся в госпиталях, конволесцентную плазму используют и интерфероны, и уже речь не идет о том, чтобы, конечно, не этиотропная терапия, а терапия патогенетическая у этих детей использовалась бы, при том, что ссылка идет на то, что, собственно, есть педиатрический опыт использования алтонавира, ретонавира. При том, что, конечно, еще раз обращаю внимание на показания для перевода. Здесь есть два варианта. Вариант номер один, что эти показания не соблюдаются в сторону, так скажем, что нет оснований для того, чтобы ребенка переводить в реанимацию и переводить. Разговор не о том идет, что кто-то может его лучше лечить, кто-то хуже его может лечить. Разговор идет о том, что, по сути, специализированная койка, она должна быть все-таки предоставлена пациенту, который нуждается в специализированной реанимационной помощи. И так как таких пациентов становится все больше и больше, то, несомненно, иногда возникает необходимость в приведении такого жесткого выбора. Поэтому, конечно же, обращая внимание на витальные позиции, связанные с дыханием, кровообращением и центральной нервной системой, которые здесь в цифровых значениях представлены, надо, собственно, ориентироваться, брать этого ребенка в отделение реанимации или пока его можно лечить в обычном отделении. Что касается непосредственного лечения, то начнем мы со средней тяжелой формы. На первое место здесь выдвинута оксигенотерапия и впервые указан тот поток кислорода. Все-таки речь пока идет о низкопоточной респираторной поддержке, которая будет показана для детей различных возрастных групп. В дальнейшем, при средней тяжелой форме, помимо симптоматического лечения, обсуждается антибактериальная терапия. И я тоже на ней детально останавливаться не буду. Но в данном этапе она очень простая. Все-таки идет речь о антибиотиках простых. И, по сути, есть тоже рекомендации, когда какой из них использовать. Потому что стартовые антибиотики, если нет никаких отягощающих факторов, есть подозрение в небольничную, типичную, а, как правило, пневмококовую пневмонию, назначается амоксицелин. Есть какие-то факторы риска, в том числе анамнестические, да, то, по сути, или амоксицелин, амоксиклав, или ЖЦФ-триаксон. Но, опять же, обратите внимание, что при средней тяжелой форме, и в предыдущей версии рекомендации этого не было, назначаются антиугулянты, в частности, низкомолекулярные гепарины, как, конечно, в профилактической дозе и, конечно, под контролем каугулограммы. Конечно, оксигенотерапия – базовый компонент лечения. Здесь тоже очень многим врачам пришлось сейчас осваивать этот метод терапии, потому что, кроме ренематологов, наверное, им так хорошо никто и не владел. И, несомненно, конечно, представление о том, что все равно, что есть под рукой, лишь бы только было, и давайте оксигенотерапию назначим, оно тоже уже кануло в лету, потому что стало хорошо известным теперь, известная информация о том, что разный используемый способ подачи кислорода в воздушной смеси пациенту будет требовать, по сути, разного потока, и он будет давать, хоть и в таком небольшом разбросе, немножечко разную фракцию инспирированного кислорода, при том, что, особенности метода тоже интересны, потому что, например, ту же маску очень тяжело надеть, бывает даже на взрослого человека, потому что у него почему-то маска создает ощущение от какого-то дополнительного варианта у души, вы тоже с этим столкнулись, даже имея родственников, которые болели, и слушая их жалобы, при том, что носовые канюли воспринимаются легче, но, тем не менее, видите, для того, чтобы пользоваться канюли, нужен небольшой поток кислорода для того, чтобы использовать назальную маску, требуется поток кислорода в три раза больше, и ресурсы кислорода тоже ограничены. Вот о рекомендациях наших коллег, у них есть более детальная, так скажем, структуризация, кому какой девайс лучше использовать и какой лучше способ оксигенотерапии использовать. Смотрите, если имеется вариант гипоксемии, даже при сатурации, которая не меньше 90%, то используются назальные канюли с низким потоком, то есть низкий поток, полтора-два литра, в зависимости от возраста в отечественных рекомендациях, мы эту первую строчку начинали, да, это будет стартовая терапия. Если при этом гипоксемия сохраняется, используется любая лицевая маска, но с мешком резервуаром. В то же время, если появляются признаки дыхательной достаточности, или же они были в тот момент, когда мы впервые столкнулись с ребенком, то, несомненно, ему надо уже более серьезные варианты использовать, в частности, назальные канюли высокого потока. Если ДН прогрессирует, например, да, а при этом или параллельно с этим отсутствуют там канюли, или без этого, то, конечно же, используются другие варианты вентиляции с положительным давлением, такие, как помимо NIPPV, еще и СИПАП, или же БИПАП, или двухуровневые, или постоянные давления в дыхательных путях, при том, что, конечно же, надо ориентироваться на целевые показатели. Целевой показатель сегодня, то, что всем доступно, это, конечно, к сожалению, не артериальная кровь, и даже не венозная, а это транскутанная сатурация, и так как нет линейной зависимости между этими показателями, такие, как парциальное давление кислорода в артериальной крови и транскутанная сатурация, то нужно помнить, что если мы имеем, так скажем, хорошие 95-100% сатурацию, то это у нас будет нормальная оксигенация, нормальное давление, парциальное давление кислорода в артериальной крови, значит нормальная оксигенация. Снижение уже в цифрах 90 будет говорить о том, что и парциальное давление кислорода снижается ниже 60 миллиметров ртутного столба. А несомненно, вот очень много сейчас внимания уделяет самому простому варианту неинвазивно-респираторной поддержки, использования постоянного положительного давления в дыхательных путях с помощью различных, вот в частности самых простых, показанных на этой картинке приспособлений, которые можно и самим собирать, да, и делать. Но здесь разговор идет о том, что вот это постоянное давление, оно будет препятствовать тому, что, хотя оно постоянное на протяжении всего дыхательного цикла, но самый основной вариант, патофизиологический, будет заключаться нюанс, вернее, в том, что во время выдоха давление в альвеолы не будет снижаться, следовательно, не будет спадаться. Следовательно, это давление можно называть даже растягивающим, раз давление остается там положительным, и альвеола не спадается, то сохраняется вентиляционно-перфузионное соотношение. Следовательно, нет шунта, следовательно, нет гипоксемии, да. А вот варианты назальных конюлей высокого потока, конечно, здесь помимо того, что сама методика называется назальные конюли высокого потока, мы можем говорить о маске высокого потока, неважно, какой девайс используется для коннекта как раз аппарата с пациентом. Важно то, что поток будет высокий, и мы сейчас немножко остановимся на этом потоке, опять же, в сокращенном варианте два слова, да. Все-таки это поток, который должен быть 1-2 литра на килограмм, тогда это давление будет таким тоже потенциально непрерывно расправляющим и будет препятствовать тому, что будет нарастать гипоксемия у пациента. При том, что, смотрите, если мы берем механизмы действия, то этот высокий поток создавает расправляющую давление, снижает гипоксемию, уменьшает ее, и, естественно, будут физиологические эффекты проявляться, которые представлены здесь. Но я бы хотел обратить внимание на один механизм, который присущ только для назальных конюлей высокого потока, из всех средств неинвазивно-респираторной поддержки, а в частности, вымывание мертвого пространства на соглотке, потому что это будет приводить к тому, что так как верхние дыхательные пути постоянно промываются, то клиренс углекислого газа будет увеличиваться, то есть гиперкопния как раз будет купироваться. Но тут есть очень четкие и тоже важные условия для того, чтобы этот механизм работал. Те конюли, которые мы будем использовать, почему это специальные должны быть конюли, а не обычные для высокого потока, они должны быть меньше, чем обычные конюли. И в отличие от обычных конюлей, они должны не закрывать полностью носовые ходы, а где-то только на 75%. При этом нужно еще и рот держать открытым у такого пациента, потому что вот это давление, которое будет в ротоглотке при увеличении потока, здесь ее сравнение 1,7 литра, ведь оно будет абсолютно разным. Если здесь 1 литр будет нам давать синусоиду, но это синусоида будет крутиться в том числе и ниже нуля, в таком, знаете, выше, ниже, и будет становиться отрицательным это давление, что будет, собственно, таким негативным механизмом. А если давление достигает, где-то скорость потока достигает 4-6 литров в минуту, то, смотрите, это давление все время будет положительным, хотя та же синусоида в данном случае и будет сохраняться. Если мы при этом еще с это соотношение калюрия ноздря с вами придержимся этого соотношения, оставляем небольшой зазор, небольшой люфт, и при этом еще держим открытым рот, то мы будем всегда иметь положительное давление у ротоглотки, что будет давать дополнительный эффект. И выставить параметры на таком приборчике, их стало все больше и больше этих приборов, появляется разных производителей, неважно, какой это производитель, важно, три параметра выставляете. Первый параметр – температура, а температура, как правило, ниже на 1-2 градуса температуры тела, фракция инспирированного кислорода, это где-то 0,406, если у пациента имеется низкая сатурация, в дальнейшем тенденция увеличить сатурацию и прийти как раз к фракции инспирированного кислорода, традиционной нашей, 21% во вдыхаемой смеси. Ну и поток, по сути, 1 литр на килограмм в минуту, или 2 литра на килограмм в минуту, потому что доказано, что более высокий поток, он неэффективный. Ну, у ребенка подросткового возраста это может достигать поток 50 литров в минуту, отсюда и клинические эффекты очень выражены, да, как раз этой методики, да, помимо того, что действительно снижается работа дыхания, уменьшаются клинические проявления дыхательной недостаточности, при этом еще снижается патронность в интумбации, сокращаются сроки пребывания в ритм, я уже не говорю о возможности там всех негативных моментах как раз инвазивной вентиляции легких, в том числе различные варианты повреждений легких, да. Ну, нам и все время был разработан такой очень интересный алгоритм, да, который позволяет в зависимости от типа дыхательной недостаточности выбрать устройство, будь то назальные конюли высокого потока, СИПАП или двухуровневую вентиляцию, и старт его параметра, как вы видите, здесь представлен для каждого из методов, которые могут с помощью этой таблицы абсолютно дифференцированно точно быть выбранными. И мы вам эту таблицу рекомендуем. Обратите внимание при тяжелой форме, помимо того, что было оксигенотерапия, и коагулянтов, добавляется еще два варианта терапии. Это использование глюкокортикоидов в данном случае, дексаметазона, и доза его здесь указана, да, 10 мг на метр квадратный, или пол теряя 1 мг на килограмм на 12 часов, и иммуноглобулин человеческий, да. При том, что, конечно же, как осложнение пневмонии, как осложнение коронавирусной инфекции, респираторный дистресс, синдром, тяжесть его тоже будет очень важна, и не всегда, не инвазивной вентиляцией, нам удастся решить проблему устранения гипоксомии. И для того, чтобы быстро определиться по тяжести дыхательной недостаточности, да, у взрослых, как вы помните и знаете, пользуются дефинициями берлинскими 12-го года, то у детей в 15-м году был такой определенный пересмотр, который, учитывая особенности детского возраста, дал более тонкие рекомендации. Во-первых, по определению тяжести ОРДС, только, опять же, на основании оксигенационного сатурационного индекса, а именно соотношения сатурации и к фракции инспирированного кислорода. И по этой цифре мы выбираем тяжесть, и понятно, что умеренную тяжелую форму ОРДС необходимо будет лечить, используя инвазивную вентиляцию легких, потому что надо решить три задачи инвазивной вентиляции. Во-первых, а те альвеолы, которые спались, вовлечь в газообмен, и именно у тех детей, у которых неинвазивный способ это не решить. Мало того, что их вовлечь в газообмен, их нужно поддержать в открытом состоянии, и как раз даже, используя инвазивную вентиляцию, превратить вентилятор в индуцированное повреждение легких. Опять же, мы с вами коснемся рекомендаций наших западных коллег, у них очень много пунктов, выделено на инвазивную вентиляцию. Причем, если вы сравните с другими рекомендациями, которые буквально за год-за два были выпущены этими же исследовательскими группами, занимающимися проблемой респираторного дистресса у детей, но не ковидной теологии, то вы увидите немножко, так скажем, изменения здесь. На что обращается внимание. Есть такие рекомендации, организационные, как правило, чтобы квалифицированный и обученный персонал выполнял интубацию. В наших условиях ее и выполняет только квалифицированную. Но опять же, эти рекомендации не только на сегодня рассчитаны, и не рассчитаны и на завтра. А что может быть завтра? Завтра может быть массовые поступления таких больных. Мы надеемся, что такого не будет. И придется не только ренематологам их интубировать. Тем не менее, люди должны быть специально обучены. Вот то, что такая же интересная рекомендация по использованию манжетки. Да, сильная рекомендация, как вы видите, да, есть цифра 8 лет, возраст 8 лет, с которым манжетка обязательно. В данном случае у детей и более раннего возраста рекомендуется использовать эти манжетки. Цифра 6 мл на килограмм дыхательного объема, она стандартная. Она ничем не отличается. Это те же рекомендации по тетрованию, по ДКВ. То есть, начинать с цифр 4-5 см водного столба и доводить их так же, как мы делаем это, используя различные варианты. Рекруетмент, рассмотреть, что происходит с газообмена. Опять же, здесь указана уже пронпозиция, как вот возможный вариант лечения пациентов с дыхательной и остаточной обусловленной коронно-вирусной инфекцией. Но на что же опять обращается внимание? Если рефракторная гипоксимия не использует лучше ни высокочастотную вентиляцию, ни ингаляционных ситозодов. Ну, если более конкретно, то вот стартовые параметры, которые мы в своих источниках и опубликованных приводим, да, здесь они представлены. Опять же, фракция инспирионного кислорода 0,6, дыхательный объем 4,6. Обязательно обращайте внимание, скорость потока должна быть 5-7 объемов физиологической и минутной вентиляции. Соотношение вдоха к выдоху 1-2 и стремиться к тому, чтобы была минимизация времени вдоха. При том, что, смотрите, вот опять же вернемся к работе, которую мы уже с вами анализировали детально. Из 48 детей не потребовало 9 человек, 19% никакой респираторной поддержки. Только кислорода потребовало 13%, назальных конюль 23%, СИПАП или БИПАП 8%. А вот интубация, трахистомия, вентиляция, это почти половина пациентов, 38%. Причем, смотрите, опять же, время в часах интубации составило 216 часов с разбросом 138-282, да. И, конечно же, адювантная терапия тоже детям проводилась. В том числе, 6% это было использование оксида азота по показаниям, и 2%, в данном случае это был один пациент, использовали экстракорпоральную мембранную оксигенацию. И для этого будут требоваться для инвазивной респираторной поддержки седация. Сегодня идет разговор о том, что седация в первую очередь должна быть в большей степени не бензодиазепиновая, да. И вам легко будет из этой группы лекарственных средств представленных здесь. А что здесь представлено из того, что используется у нас, это диазепам, который стандартно используется в дозе 0,1-0,3 мг на килограмм. Или же мидазолам. Вот, все-таки отдавать предпочтение у детей старше 12 лет не бензодиазепиновым препаратам, а в частности вот стандартная доза. Вот, в середине как раз от 0,2 до 1,5 мг на килограмм в час. Дексмидат и медина, а именно 0,7 мг на килограмм в час является такой, который позволит при необходимости тетрую в ту или иную сторону выбрать необходимый оптимум для того, чтобы эту терапию проводить. Отдельное внимание в рекомендациях западных коллег, ведь у них более детально именно по реанимационному контексту рекомендаций. И нам тоже нужно к этому стремиться по лечению шока. Ну, опять же, 13-й и 14-й пункт рекомендации, они никуда не отходят от того, что они рекомендовали еще 7 февраля 2020 года, когда ковид только-только начинался. Как раз подошло время издания рекомендаций по лечению септического шока, сепсиса и сепсис-индуцированной полироганной недостаточности, так они назывались. У детей, видите, где есть реанимация болюса, можно использовать, нет реанимации никаких болюсов, только постоянная инфузия должна быть использована теми же кристаллоидными растворами. Ну, и обращать внимание на все-таки расширенный гемодинамический мониторинг, если он возможен, что касается аэнотропов, то же, что у них и было год назад. Адреналин у детей старшего года стартовый препарат, до старшего месяца, извините, до месяца у новорожденных, это все-таки дофамин. Вторая линия, если катахоламинрезистентный шок начинает развиваться, используют норадреналин. А дальше, смотрите, вот те же инодилататоры, из которых у нас есть только добутамин или левосиминдан, милоренона нет, все-таки в широкой клинической практике не рекомендуется только сугубо по показаниям, да. Конечно же, глюкортикоиды, если шок рефракторный, в том числе, да, они с этой целью будут использованы, потому что при том же варианте развития мультисистемного воспаления, глюкортикоидная терапия, она будет показана для лечения миокардита, который будет, по сути, причиной кардиогенного шока у этих детей, который другими вариантами лечить будет очень сложно, при том, что тенденция к ограничительным стратегиям, она сохраняется, опять же, из-за осмолярными кристаллоидными растворами различными, да, но, собственно, у нас есть большой опыт, мы очень любим использовать растворы, содержащие сукцинат, здесь показан механизм такого эффекта, который в данном случае нам бы был бы интересен, по сути, такого инфуинга, и как то, что называется, инфузионного антигипоксантного эффекта по схеме, которая здесь указана, я не смогу долго на этом останавливаться. Кроме того, смотрите, о чем заговорили тоже буквально начиная с лета, в частности, общество, нефрологов и специалистов, кто занимается острым почечным повреждением у детей. 20 июля выпустила такую очень интересную работу, где рекомендовали мониторировать детей с ковид на предмет выявления у них острого почечного повреждения. Для этого рекомендуется ежедневная оценка волеймического статуса, инфузия только по целевым показателям, обязательный контроль мочевины, кретина, электролитов. И при поступлении каждые 24-48 часов контролиореза и особое внимание обращается на то, что надо постоянно пересматривать лист назначений, чтобы исключать препараты, которые потенциально могут обладать нефротоксическим эффектом. Какие показания к заместительной почечной терапии? Вот они, по сути, тоже впервые для этой группы детей были опубликованы в июле. Чем они отличаются от обычных? Как правило, ничем. Электридный дисбаланс, азотемия, перегрузка жидкости, кислоты-черочные нарушения, которые не реагируют на другую терапию, это общие показания у детей заместительной почечной терапии. Но указывается на то, что дети с ковидом могут быть очень обезвожены при поступлении, так как у них маленькое количество жидкости может быть надо госпитальным этап, или лихорадка, которая будет еще жидкость выводить. И, по сути, есть какая-то терапия проводилась, в том числе, может быть, и с диуретиками, и при этом у них будет обезвоживание с высоким натрием. Следовательно, прежде чем начать любые виды терапии, и я в том числе с заместительной почечной, необходимо обеспечить эулимию этим детям. Да, то есть, по сути, что перекликается и с протоколами лечения сепсиса, и сепсис индуцированной поли органа недостаточности. Из питания, конечно же, в первую очередь, так как и у других групп пациентов, это питание энтеральное, и максимально нужно стараться придерживаться этого варианта питания, при том, что рекомендация такая, все-таки ориентироваться, в первую очередь, на белок, да. И, несомненно, это подтверждает рекомендации европейский и американский. Есть очень интересное исследование, как раз когда детям с острым респираторным дистресс-синдромом внимание обращали как раз на адекватное потребление белка, а не калорий, как здесь указано, и было показано, что как раз дотация белка имеет большее потенциальное значение, чем имеет дотация калорий. Ну, а этот тренд, который уже в течение последних несколько лет, не то что активно обсуждается, он активно, так скажем, внедряется в сознание специалистов, которые занимаются этой проблемой. При том, что, конечно же, смесями выбора являются полуэлементные смеси на более высокой степени усвоения, это крайне важно, но есть большой опыт использования такой смеси, как пактамент, которая как раз является полуэлементной смесией, которая смесью обеспечивает оптимальную доставку полноценного белка. Это важно для пациентов, которые находятся в отделениях реанимации, при том, что часть детей могут потребовать, конечно же, парентеральной поддержки по тем же показаниям, что и все дети в критическом состоянии, в первую очередь, это невозможность утилизировать энтеральный объем. И здесь внимание также обращается, и те позиции, которые были раньше, на современные жировые эмульсии, которые будут содержать омега-3 жирные кислоты в первую очередь. Конечно, уже начиная с мая, международная специальная медицинская общественность, которая занимается педиатрической интенсивной терапией, так же, как и взрослые, ну, немножечко позже, чем взрослые, отдельным пунктом выделили антикогулятную терапию, да, и в протоколах отечественных в это тоже видели параметры, которые необходимо мониторировать постоянно, дать им мер протромбина во время, число тромбоцитов и фибриногены в зависимости от того, что происходит, по сути, терапию-то и оптимизировать. Но, тем не менее, низкомолекулярные гепарины в профилактической дозе назначаются, как правило, сейчас у пациентов групп риска. Какие группы риска? Легкие риски венозной травмболии – это все, кто имеет различный доступ и центральный, и периферический, то есть все больные, которые находятся в отделениях реанимации. Да, если брать низкомолекулярные гепарины для такой профилактики профилактики, доза 0,75 мг на килограмм у детей меньше двух месяцев и 0,5 у детей старше двух месяцев, а если это уже, так скажем, более высокий риск, то есть есть лабораторные критерии, которые мы указали в предыдущем слайде, и вот здесь приведены их цифровые значения, то эта доза будет практически в два раза больше, да, и это необходимо использовать, при том, что как раз вот у такой группы пациентов, которые имеют полиорганку, и при этом у них имеется тромбоцитопения, и мы можем дополнительно посмотреть вот дефицит Адамс 13 фактора, то есть опыт использования как раз Экулизумаба, положительный опыт у этих пациентов с очень хорошим эффектом, да, или Элизарии, и вот случай, который был один из первых еще в самом начале весной 2020 года, в данном случае, видите, там мартовский и апрельский больной, который в конце апреля, и эта работа была опубликована, там было две дозы Экулизумаба, которые позволили решить эту проблему, да, если мы посмотрим с вами терапию, опять же вернемся к работе с 48 пациентами, то мы увидим, что как раз гидроксихлорохин, видите, несмотря ни на что, 44% пациентов получали, азитромицин 17%, ремдосевир, другая антивирусная терапия 17%, а вот Тецелезумаб 10%, два препарата получали каждый пятый пациент, а три препарата, ну, 7%, да, меньше, чем каждый десятый пациент. Два слова я скажу о как раз этом мультисистемном воспалительном синдроме еще в том ключе, ведь, что, по сути, вот здесь 662 ребенка, самое большое сегодня в мире исследование, которое включило такой большой массив данных, это все дети 662 ребенка имели лихорадку, причем, что, смотрите, каждый, ну, получается, вернее, две трети из них, 75% почти, имели гастроинтенсиональные синдромы, 68% рвоту, более половины конъюнктивит, более половины сыпь, и очень интересная такая как раз и картина лабораторная была, которая позволила этот диагноз у этих детей подтвердить, так они, собственно, видите, какой терапии тоже требуют. Внутривенные глобулины 76% получали, более половины, 52% азоактивная поддержка, и более половины, 52% кортикостероиды, но только 16% получали из них антибиотики, при том, что интералекиновые ингибиторы 1-6 типа тоже получали практически 15% пациентов. И вот та терапия, которая рекомендуется для мультисистемного воспалительного синдрома, она здесь тоже пристальная, видите, здесь добавлен, помимо того, что было, так скажем, активно-тоцелизумаб и ацетилсалициловая кислота у этой группы больных. Это такие, знаете, наброски, это стратегические линии терапии. Ясно, что ее надо будет расширять и детально в каждой из этих 10 параметров, которые обозначены еще, собственно, и расширять действия. Я хотел бы обратить внимание на то, что сейчас активно обсуждается, и вот только, можно сказать, вот 15 января, то есть вчера, появилась очень интересная работа, которая посвящена SARS-CoV-2 и нервной системе. Вот патогенеза к клиническим манифестациям, и вы знаете прекрасно, даже из тех пациентов, с которыми вам приходится общаться не только в стационарах, но даже, может быть, и в быту, и у знакомых очень много жалоб как раз на то, что есть, по сути, такая проблема. Я помню прошлую школу, и как раз была дискуссия, по которой была посвящена ковиду, вот Константин Михайлович и Денис Николаевич, и обсуждался вопрос о том, а что все такие, вот какие механизмы. Сегодня считается, смотрите, что-то прямая, во-первых, инфекция нервной системы, именно SARS-CoV-2 поражает нервную систему, а механизмы патогенетические нервовоспаления, аутоиммунный ответ, который вызывается вирусом, та же гипергагуляция и метаболическое гипоксическое повреждение, то есть практически широкий спектр, следовательно, нам надо будет расширять вот это вот направление терапии как раз со стороны нервной системы. Коллеги, у меня есть клинический случай, который мне представляется крайне интересным, я его вам за минуту, постараюсь там, скажем, две доложить, он опубликован нами, был в третьем номере журнала, вопросы, журнал, который называется журнал инфектологии, с названием таким крайне интересным, как нам казалось, новая коронавирусная инфекция у детей с сопутствующим заболеванием. Здесь была девочка пятнадцать лет, суть заключалась в том, что за четыре месяца до того, как она заболела коронавирусом, у нее была манифестация системной красной волчанки и с умеренной активностью процесса, нетяжелое течение, и назначили один миллиграмм на килограмм преднизолона, и она получила гидроксихлорохин, как как раз терапию вот этой системной красной волчанки, 400 мг в сутки, и на момент заболевания коронавирусом все каким-то образом уже стабилизировалось, ощущение, выраженность воспаления, доза метилпреднизолона была снижена, она поступила в тяжелом состоянии, в сознании, с жалобами на сухой кашель, с частотой средств сокращений 80, артериальным давлением 117 на 68, и с частотой дыхания 26-30, с сатурацией 86-88, при том, что когда была оксигенотерапия, подключена сатурация поднималась до 96. Остальных изменений не было, обратите внимание, здесь 5 суток наблюдения, но на старте у нее была лейкопения 2,5, скорость соседания эритроцитов 60, лактат-дегидрогеназа была повышена, цареактивный белок, ферритин и фибриноген, то есть у нее был активный воспалительный процесс на фоне той иммуносупрессии, которую она получала по поводу своего основного заболевания, при этом у нее еще был метаболический ацидоз, метаболический алкалоз и вторичный лактат ацидоз, а остальные показатели были в пределах референсных значений, смешанная инфильтрация по типу матового стекла была выявлена компьютерной томографией, видите, и рентгеновские снимочки тоже, по сути, по типу снежной бури, как это называлось при ОРДС, произвена коррекция терапии, отменены системные глюкортикоиды, назначен иммуноглобулин, в частности, пентаглобин и интерферон, и терапия гидроксихлорхином продолжена, да, с целью устранения гипоксимии она получала оксигенотерапию в виде назальных конюлей высокого потока, и так как у нее все-таки была гипгипальбумина, но из-за риска прогрессивной ОРДС ей не стали назначать на начальных этапах альбумина, продолжил эмпирическую антивекторальную терапию, которая была в виде меропенема, амикоцены, потом противогрибковая терапия была начата. Состояние в течение 16 часов тяжелое было, что потребовало назначения тецелезумаба, его вводили два раза, как вы видите, причем первый раз был 400 миллиграмм, потом мы работали по рекомендациям первым, тогда еще ретонавир в комбинации слопенавиром она получала в виде калитровых комбинированного препарата, и преднизон заменили на дексаметазон, 0,3 миллиграмма на килограмм в сутки, все-таки на вторые сутки евреи 20% раствор альбумина, и только на третьи сутки, во второй половине у нее отмечено улучшение ее клинического состояния. Если это случай вам будет интересен, он есть в открытом доступе, журнал инфектологики, как я вам сказал, номер 3, посмотрите, очень интересный случай, потому что пятые сутки лечения этой девочки, ну это был, может сказать, один из первых опытов, из первых двух больных на начале этой пандемии, когда был использован тецелизумаб с таким вот хорошим положительным эффектом, уважаемые коллеги. Заканчиваю слайдом, какие исходы. Как вы видите, очень небольшая длительность пребывания реанимации у этих 48 больных, которые нам показали коллеги, это 5 человек в педиатрической реанимации, 5 дней в педиатрической реанимации и 7 дней в госпитале. Спасибо за внимание, я готов ответить на вопросы. Спасибо, Юрий Станиславович. Уважаемые коллеги, напомню, онлайн-школа аккредитована в программе НМО, для получения 6 баллов программы необходимо участвовать в трансляции не менее 270 минут, не менее 6 раз подтвердить присутствие закрытием экранных баннеров. Теперь мы должны уже переходить к следующей части программы. Но, Юрий Станиславович, может быть, вот хотя бы один вопрос, который задает Марина Александровна. Марина Александровна, я знаю, Александр, я вам дам всю информацию. За период до 1 ноября в Российской Федерации Федеркация наблюдала 792 ребенка, половину из них 342, по-моему, на них заводилась форма, и там были интересные такие, аналитика есть, готова статья практически, она в виде издания, сейчас будет упубликована. Отдаленные последствия такого пока нет. Ишемические инсульты на фоне коронавирусной пока не встречались. Фавипировир не применялся, Максим Александрович. Здесь, Максим Александрович, второй вопрос. Так, вот я вижу доктора Солнышка, и это наши коллеги, насколько я помню, в Сибирске и из Томска об использовании Синагиса при КВИД у детей. Мне такая информация не попадалась. На раннем атаке к применению орбидола. Такого опыта нет, не использовали этот препарат. Непрерывная инфузия гепарина применялась в контроле МЧТВ. Хорошие опыты есть, Зоя и Ирина. Спасибо за вопрос. Только при иммуноглобулин, только при наличии мультисистемного воспаления. Спасибо наш коллега из Алматы, Сергей Андреевич. Просто лично кого знаю. Спасибо, Сергей Андреевич. И рекомендовать прививки «Спутник» в педиатрической практике. В понедельник вот сам я уже сдал, буду решать вопрос по поводу спутника ВИД у детей. Пока вопрос не обсуждается, Андрей Олегович. У новорожденных отдельную лекцию будем делать по новорожденным. Перекрестная реактивность SARS-CoV-2 в тех работах, в той статье, на которую я ссылаюсь, там подтверждали конкретно каждому из тех, смотрели иммуноглобулины, каждому из антигенов, в том числе свинки, в том числе SARS-CoV-2, в том числе краснухи и кори. Таким образом, да, тоже можно будет посмотреть показания для ИНО. Но в данном случае, все-таки давление в легочной артерии, если будет все-таки тяжелый осложненный течение ОРДС, будет, наверное, доминирующим. И тяжести состояния у детей, например, НЮС. У детей масса своих шкал педиатрических НЮС, она абсолютно противопоказана для детей. Есть шкала, которая называется ПЭВС, также не НЮС, а ПЭВС педиатрическая. Те же параметры витальной функции. Ее можно использовать у детей для навороженных свои параметры. Даже мы такую работу публиковали в журнале «Вопросы практической педиатрии». Вы можете посмотреть, когда у детей, которые госпитализируют реанимацию, эту шкалу ПЭВС использовали. Если есть желание, напишите мне, моя почта есть, если вы наберете фамилию, отчество, место работы, все в открытом доступе, я вам отправлю всю книжку по шкалам в электронном виде, которую мы уже три раза пересдали. Там я увидел вопрос, где-то был от Константина Вячеслава Середнякова. Косыничка, да, я нашел эту статью, анализировал ее. Первое, что я хотел сделать, это отправить ее вам. Это статья «Бальзам на вашу душу». Там на вашу душу человека, ну, ведущего специалиста в области экстракорпоральной гемокоррекции у детей в Российской Федерации. И я просто знаю, что вы болеете, не хотел вас отвлекать, вам с удовольствием дам. Я думаю, что вы обязаны, и даже будете лекцию, может быть, и здесь, прочитать именно эту тему. Коллеги, наверное, так вот и уголопом по Европам никого не обидели. Спасибо большое всем, кто слушал. Всего доброго.